Продолжение следует... Продолжение следует... Все эти аспекты нашей психологии помогут оказывать сильное влияние на наши жизни и взаимоотношения с другими людьми. Продолжение следует... Зависть – это эмоция, которую мы все испытывали хотя бы раз в жизни. Она возникает, когда мы чувствуем недовольство своим положением в сравнении с другими людьми. Или когда мы желаем иметь то, что они имеют. И хотя на первый взгляд это может показаться негативной эмоцией, зависть имеет и свою позитивную сторону. Одной из главных причин зависти является социальное сравнение. Когда мы сравним себя с другими, особенно с теми, кто имеет то, чего нам не хватает, это может вызвать чувство неполноценности и зависти. Мы начинаем сомневаться в своих способностях и считаем себя менее успешными или счастливыми, чем те, кому мы завидуем. Но на самом деле зависть может служить полезным сигналом для нас. Она указывает на наше желание и мотивирует нас работать над собой, чтобы достичь того, чего мы хотим. Завидовать кому-то – это признать, что у нас есть цель и четкое представление о том, чего мы хотим достичь. Однако зависть может также принести отрицательные последствия. Она может стать источником неудовлетворенности и негативных эмоций, а также привести к разрушительным действиям в наших отношениях с другими людьми. Когда мы завидуем, мы можем стать агрессивными или злобными в отношениях тех, кого мы считаем более успешными или счастливыми. Поэтому важно научиться правильно обращаться с завистью. Сначала стоит осознать, что никто не является полностью идеальным. У каждого есть свои проблемы и неудачи. Вместо того, чтобы погружаться в зависть, мы можем использовать ее как стимул для личного роста и развития. Кроме того, стоит помнить, что зависть – это естественная эмоция. И не стоит себя осуждать за ее появление. Вместо этого мы можем изучать ее происхождение и пытаться понять, какие потребности и желания лежат в ее основе. Таким образом, зависть может быть источником мотивации и вдохновения и одновременно вызывать негативные эмоции и расстраивать нас. Понимание того, кому и зачем мы завидуем, может помочь нам лучше понять себя и свои цели, а также стимулирует наш личный рост и саморазвитие. Самоосознание, самоконтроль и стремление к собственному счастью и успеху могут помочь нам общаться с завистью более конструктивно и предотвращать отрицательные последствия этой эмоции. Спасибо, что вы были с нами. Вы на канале Шеф-редактор ТВ, программа «Психолог ТВ». Тема «Кому мы завидуем». Продолжение следует...